В данном видео хочу рассказать, каким образом сфабриковано и откровенно сфальсифицировано обвинительное дело в отношении Марата Желамбаева, который с 25 мая, вот уже на протяжении 5 месяцев, находится в заключении в СИЗО города Астаны. Его обвиняют в участии в экстремистской организации и финансировании терроризма. Обвинение в финансировании терроризма строится в данном случае на том, что следователь по делу Желамбаева, старший лейтенант полиции Абсадык Абай Алмазбекулы, в своем обвинительном акте пишет, что Марат Желамбаев передал для финансирования экстремистской организации сумму в размере 500 тысяч тенге участнице запрещенного в РК движения ДВК Жани Сарсеновой. То есть мне, и пишет это как уже доказанный факт. То есть следователь Абсадык, превышая свои полномочия, нарушает тем самым статью 19 Уголовно-процессуального кодекса РК и статью 77 Конституции РК. Дело в том, что участницей ДВК я никогда не являлась и не являюсь сейчас. Более того, по мне нет решения или приговора суда об участии в ДВК. Политическую деятельность как таковую я начала после январских событий 22-го года, вступив в мае 22-го года в инициативную группу оппозиционной партии «Алга Казахстан». К ДВК я не имею никакого отношения и даже не знаю, кто является его участниками. Вышеуказанную сумму Марат Желамбаев передал мне во время предвыборного периода парламентских выборов, на которых я, Желамбаев и несколько других членов Ургкомитета партии «Алга Казахстан» выдвигались в качестве кандидатов в депутаты Мажелиса как самовыдвиженцы, поскольку от партии мы выдвигаться не могли, так как Тукаев упорно и безосновательно не регистрирует нашу партию. И чтобы иметь возможность оплатить кандидатские взносы в размере 1,5 млн тенге на каждого кандидата, мы объявили сборы на своих страницах в соцсетях. Марат Толегенович, собрав сумму, больше полагающейся, решил помочь остальным и передал мне тогда эти 500 тысяч тенге в качестве помощи для уплаты избирательного взноса. Но власти в то время публикацию о сборах назвали преждевременной агитацией и сняли его с предвыборной гонки, а 1,5 млн тенге, которые он уплатил в бюджет страны, не вернули. При этом, что интересно, откровенные нарушения с преждевременной агитацией, о которых было множество фото и видео фиксаций, этих нарушений со стороны кандидатов от партии Аманат, почему-то игнорировались и с гонки никого не снимали. Далее, сфальсифицированный следователем Абсадык Абаем обвинительный акт подписывает и принимает в работу первый заместитель прокурора города Астаны Бердебеков Ержан Сакенович. Но зампрокурора, без подтверждающих документов с доказательствами о моей причастности к ДВК, замалчивает о преступлении следователя. Что можно расценивать как предварительный сговор группой лиц, участвовавших в фабрикации дела в отношении Марата Желамбаева, естественно, с целью надолго упрятать его за решетку. А это уголовное преступление. В связи с этим я подала в Генпрокуратуру заявление, где я прошу принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Абсадык Абая и зампрокурора Бердебекова.